Хочется спросить и про Геннадия Головкина, и про остальные ситуации в этом весе. Вот поединок Геннадия Головкина с Олим Альваресом за номер три напрашивается ли он? И как, на ваш взгляд, Головкин выступает в последнее время? Он все еще тот самый монстр или он уже на спаде? Конечно, он на спаде. Он уже не тот, что был несколько лет назад. А третий бой я лично не вижу смысла в нем. Потому что я уверен, что и первые два выиграл Альварес, и третий бой он тоже. У каждого свое мнение, но я скажу просто, а согласишься, что Головкин третий бой не проиграет досрочно? Опять-таки, мы не знаем. Все-таки он в возрасте уже. Я очень уже о Генну, честно. А доводилось поспарринговать что-нибудь? Нет, мы видели в живую в Киеве, когда он еще проводил свой бой. Он в андеркарте у Заурбека Байсенгуру дрался, представляете? Вот тогда в Киеве на К2 турнире с японцем. То есть Заур с ним хорошо дружит, вместе они сколько лет готовились вместе. Это такой замечательный человек, да, на самом деле? Я опять-таки говорю, как человек со стороны, который смотрел бой. Мне кажется, что первый, второй бой Альварес выиграли. А можно сказать, какой там счет был примерно в первом поединке? Все-таки это нестандартное мнение, что кто-то считает, что он выиграл, ну, кроме одного человека. Первый бой, 7-5 по раундам я отдал бы Альваресу. Ну, 115-113, грубо говоря, по очкам. Второй, максимум 4 раунда, может, Гена забрал. Честно, втором меня Гена удивил, потому что вот после первого боя вот эта компания по насчет реванша превратилась уже в бизнес-проект. Там начали слова, рекламы. Мы, например, когда были в Америке, присутствовали на открытой тренировке у Альвареса и Головкина. Второго боя. Второго боя. И мы ездили в Вегас тоже на этот бой. И очень такая атмосфера была, и очень много болельщиков, кстати, с Мексики, как за Альвареса, так и за Головкина. И вот пополам они, да, у него очень большая фан-зона. Это же не просто так говорится, Mexican style, big drama show. Они знают, как подавать надо людям. Первый бой он в своей манере провел. Честно, я считаю, что он выиграл этот бой. У нас даже в семье, ну, между братьями есть половина так, половина так. Самое смешное, то что я такой, как его засудили, то все говорим. И я спорю с Хасаном, с ними. Они говорят, что Альварес выиграл. Потом с Заурбеком разговариваю. И Заурбек вообще такой спокойный. Альварес же выиграл его. И вот такие, ну, кто как видел. Я, опять же, мне казалось, что Головкин играл. Второй бой, вот они упрекали Альваресу, что он, будучи мексиканцем, бегает. Вот его тренер Санчес Азон. А второй бой он вышел. И реально, ну, я считаю, характер показал. А у Гены уже возраст чуть-чуть. А на ваш взгляд, у Головкина упала мощь с годами? Вот, потому что я его сейчас не вижу, чтобы люди, прям, как раньше, как подкошенные падали. Да, агрессия упала. А сам удар? Вот, на протяжении... Мне кажется, удар у него, разве что только крепче становится. Ну, сама манера боевой, ну, чуть изменилась, если вы заметили. Раньше он, как танк, пер вперед, избивал, добивал. А сегодня он именно... У него же еще и тренер поменялся. И новый тренер Джонатан Бэнкс. Я так понял, учит его больше именно боксировать. То есть, возвращается старая, любительская, постоянно джеб-джеб, дистанция. А не поздно ли менять что-то? Вот, тоже вопрос, конечно. А поменяет ли он что-то? Вот, как бы он... Просто Гена не с улицы в бокс пришел. Он является титулованным чемпионом, он чемпион мира в любителе. Он серебряный призер Олимпийских игр. Куда еще? То есть, у него есть уже, это казахская школа в этом мире известна. Просто, не знаю, сейчас мало что изменяет. Он не так бокс хорошо знает. А вы знаете... У меня с коллегами вот постоянный спор возникает насчет боя Головкина с Деревянченко. Мы не согласны почти все. Точнее, все со мной не согласны. Скажите, кто у вас победил в этом поединке? Я не смотрел по... Правильно сказал. Деревянченко-Головкин? Деревянченко-Головкин. Давайте так. Кто был чемпионом в этом бою? Головкин. По-моему, был титул вакантный. Вакантный титул. Вакантный титул. Разве не Гена был чемпионом? Вакантный был. Вакантный. Честно, я смотрел бой. Даже потом моменты пересматривал. Мне кажется, Гена забрал. С небольшим преимуществом. Но забрал этот бой. Вы знаете, еще момент Гена заслуживает уважения. Он после боя сказал, что бой был равный. В плане, что он имеет в виду, даже с минимальным мощом он выиграл. То есть, он не был на голову выше. Он признал, что хороший соперник. Что тяжелый бой был. И очень близкий бой был. Говорят, он сказал. Давайте рассудим сегодня со стороны промоутеров. Вот этот нокдаун. Если бы они отдали сегодня победу Деревянченко, был бы смысл в третьем бою Альварес-Головкин. То же самое горело. Мы с на сегодняшним и так и любим. И канал, канал давал. Да, люди смотрят чуть дальше, чем мы. Мы возвращаемся к тому, что опять бизнес. Да, промоутеры смотрят чуть дальше, чем мы. Просто Деревянченко заработал имя. Гена дальнейшую карьеру. Деревянченко и имя, и денег заработал. Очень хороший, кстати. Ближайшие бои у Головкина будет там с Шереметой, у Альвареса с Муратой. Вот вам такие вот поединки интересны? Конечно. Интересно. А чем? Там есть интрига вообще? Мне кажется, Альварес реально уронит Мурату. Даже досрочен. Да. Потому что... Бой будет в Японии, а Мурата там силен всегда. Мне не кажется, что они смогут перенести в Японию бой. Почему-то мне кажется, что все-таки Альварес будет настаивать его команду на том, чтобы в Америке провели его. Ну, там, да, без вопросов. Я команда, это страна, аж всегда Альварес, я думаю, пока что... Что Майуэзер всем диктовал условия, где, как, в каком ринге, какие перчатки. Его тяжело было победить. Да, и здесь Альварес тоже аж. Плюс Китай сейчас чуть приболел. Ну, мало кто захочет туда поехать, мало ли что. Очень ужасная ситуация. А Головкин и Шереметы, кстати, может быть вполне конкурентным бы выйти. Потому что Гена уже не тот на спаде, а Шереметы, кстати, очень достойные бои дает чемпионам. То есть, до этого бои смотрели, он очень хорошо держит удар на самом деле. Постоянно сам прет вперед. То есть, очень интересный бой может выйти у них. А вот на ваш взгляд, очень интересное мнение. Должен был состояться еще лет 10 назад бой Дмитрия Пирога, технаряда, с Геннадием Головкиным. Кто бы тогда выиграл? Как считаете? Тогда, скорее всего, Гена выиграл бы. Досрочно? Не, вряд ли досрочно. Например, сегодня, будучи в такой форме Гена, Пирог бы его даже деклассировал, мне кажется. Потому что он настолько неудобный. У него техника такая своеобразная. Даже Джекобса, как он уронил, это можно смотреть долго. То есть, очень красиво это было сделано. И попасть по нему было тяжело. А Гена очень акцентированные удары выбрасывает. И когда ты друг за другом начинаешь промахиваться в тяжелых ударах, ты устаешь быстро. А по Пирогу тяжело было попасть. А твое мнение? Честно, я за боями Битвы Пирога особо не смотрел, поэтому не листно сказать. Тогда, ну, если мы будем брать так класс, они оба хороший бой дали бы. Но мне кажется, Гена выиграл бы тогда. Ну, не факт, что накалывал, да? А? Не факт, что докалывал. Не, не факт. Почему? Я бы не сказал. Я просто сказал бы, что он выиграл бы. Сто процентов, что он придет и уронит Диму, я не уверен в оба. Потому что Дима тоже очень техничный.